МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 34-летний житель села Гергер Эсамборцумя выполнял сельскохозяйственные работы на тракторе «Беларусь» на участке под названием «Кныханскал», расположенном на административной территории села Тазавар. В близлежащих азербайджанских военных позиций в направлении трактора были произведены беспорядочные выстрелы. Сельскохозяйственные работы были приостановлены. Жертв нет. Сообщение об инциденте было передано российским миротворцам. Министерство обороны Армении опровергло сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций. Распространенное государственной пограничной службой Азербайджана сообщение о том, что 20 марта в 2.50 подразделения вооруженных сил Республики Армения якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствуют действительности, говорится в сообщении армянского оборонного ведомства. В Москве стартовала встреча министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзаяна. Непосредственно перед началом переговора в расширенном составе глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что нет ни одного пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, который Азербайджан не нарушил. В частности, систематическое нарушение режима прекращения огня, оккупация территории Армении, незаконная блокировка Лачинского коридора, удерживание армянских военнопленных, препятствование открытию региональных коммуникаций. Он также отметил важность активных шагов союзников и партнеров Армении для выполнения Азербайджаном своих обязательств и прекращения практики применения силы или угрозы применения силы. Глава Медроссии Сергей Лавров заявил, что трехсторонние заявления лидеров Армении, России и Азербайджана остаются ключом к урегулированию обстановки в регионе. Общественно-политический деятель соучредитель агентства «Мы – наши горы» бывший государственный министр Арцаха Рубен Вартанян Степанакерти провел встречу-беседу с группой представителей арцахского армянства, говоря о противостоянии вызовам ситуации, продолжающейся блокадой Арцаха, будущем Арцаха, о цели сохранить его армянским и о важности бороться во имя этой цели. Саперы продолжают свою работу. С 14 по 18 марта 2023 года на территории Аскеранского района сотрудниками гуманитарного центра разминирования обнаружено 1875 единиц снарядов и боеприпасов различных типов, обезврежено 321. Расчищена территория площадью 25 410 квадратных метров. С начала 2023 года военнослужащие российского миротворческого контингента передали жителям Нагорного Карабаха 105 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает телеграм-канал российских миротворческих сил. Гуманитарный груз, собранный волонтерами многонационального проекта «Мы едины», доставляется из Москвы в Ереван самолетами военно-транспортной авиации России. Безопасность доставки груза через Лачинский коридор обеспечивают военнослужащие российского миротворческого контингента. Гуманитарные акции проводятся во всех районах Нагорного Карабаха, в том числе в самых отдаленных горных селах, говорится в сообщении. Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов принял участие в благотворительном мероприятии в США в поддержку Арцаха. Организатором акции выступило отделение Всеобщего армянского физкультурного союза в Глендали. Как сообщается на странице организации Facebook, в ходе прошедшего в калифорнийском городе Бербанк мероприятия Хачанов провел благотворительный теннисный матч. Напомним, что ранее в ходе открытого чемпионата Австралии по теннису Хачанов дважды поддержал Арцах. Спортсмен выступил в поддержку Арцаха после выхода в четвертый круг Australian Open. После выхода в четверть в финал он написал на объективе камеры «Продолжай верить до конца, Арцах, держись». Подобную запись он сделал и после одной шестнадцатой финала. Это все главные новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова